Условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в Нягоне вновь обсуждают в очном режиме. В городе стартовала череда круглых столов, тренингов, направленных на поддержку бизнес-сообщества. В пример, сомневающимся, стоит ли открывать свое дело, запуск новых проектов людей, которые не побоялись стать бизнесменами в непростое время. Евгения Самойлова расскажет подробности. Если вы не ответили на сообщение, значит вы потеряли клиента. В спикерах блогеры, слушатели, предприниматели, которые хотят понять, как повысить лояльность к их делу через социальные сети. Время диктует, что большая часть клиентов сегодня хочет покупать здесь и сейчас. Поэтому продукт в соцсетях нужно продвигать активнее, даже если твой бизнес с приставкой малой. Нужно понять, что я сейчас в моменте захотела купить платье, и я хочу нажать эту кнопочку и перевести предпринимателю деньги. Мне не важно, есть это платье у него в наличии, как он мне будет доставлять, хочу здесь и сейчас. Когда мы говорим, например, об азоне и так далее, это нужно ждать. А почему? У нас в Нягонской предпринимателе ничуть не хуже. Мы просто нажимаем эту кнопочку и в моменте нам привозят то, что мы хотим. Взаимодействовать с клиентами бизнесменов в онлайн-пространстве учат в офлайн-режиме. Предприниматели соскучились по живому общению, поэтому запись на ближайшие мастер-классы, тренинги и семинары плотная. Бабушки сейчас очень хорошо у нас ориентированы, да. И теперь наша потенциальная аудитория также сегодня находится в социальных сетях. Поэтому обучение лично для меня было очень полезным. В штатном режиме возобновил работу и многофункциональный центр «Мой бизнес». В режиме единого окна о предпринимательстве можно узнать, если не все, то точно многое. Например, что только за 2019 год на бизнес Нягон из Егорского фонда поддержки предпринимательства было направлено 120 миллионов рублей. Те ресурсы, которые предприниматели получают за счет государственной программы, они могут направить на расширение бизнеса, на приобретение недвижимости, на пополнение оборотных средств, на увеличение и создание количества рабочих мест, что тоже немаловажно. С 9 сентября мы запустили новую программу, особенно для пострадавших видов деятельности. Это компенсация банковской процентной ставки. Няга не один год работает над созданием условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в городе. Как результат, даже в сложное время предприниматели запускают новые проекты. Так этой осенью стало на одно кафе больше. Заведение позиционирует себя как семейное пространство, где можно не только пообедать всей семьей, но и поиграть детям. Поэтому подарок от местных властей, настольная игра, «Построй свой бизнес в Нягоне» будет явно кстати. Наша муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Ежегодно мы планируем средства. Там можно компенсировать часть расходов, связанных с приобретением оборудования. И в том числе, я думаю, этой поддержкой воспользуются и представители этого кафе, и еще ряд мер, которые позволяют сегодня, несмотря на трудную обстановку, все-таки развивать бизнес, создавать новый бизнес. В малом и среднем бизнесе Нягоне задействовано более 14 тысяч человек. Высокий показатель для 60-тысячного города. Но благоприятные условия для ведения бизнеса требуют вложения. Муниципалитет при поддержке окружных властей готов на них идти и дальше. Чтобы фразу «Мой бизнес, мое будущее» нягонцы произносили и впредь как можно чаще. Евгения Самойлова, Николай Чащин. Вести. Югория. Нягонь.